Доброе утро, уважаемые телезрители! 11 октября 1995 года исполняется пятая годовщина провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан. Государственное собрание и Кабинет министров Республики Башкортостан постановили пятую годовщину государственного суверенитета Республики Башкортостан, День Республики, как всенародный праздник. Провести 10 октября 1995 года в столице Республики, городе Уфе, торжественное заседание представителей трудовых коллективов, учебных заведений, общественных объединений с участием членов правительства, руководителей органов государственного управления и приглашением депутатов Государственного собрания Республики Башкортостан и Уфимского городского совета. Вознаменование пятилетия государственного суверенитета Республики Башкортостан провести с 4 по 11 октября Республиканскую неделю дружбы и согласия народов Республики Башкортостан. Администрациям городов и районов, руководителям государственных предприятий и учреждений в рамках недели дружбы и согласия подготовить и провести научно-практические конференции, лекции, беседы за круглым столом, торжественные собрания, митинги, сходы граждан, культурно-спортивные мероприятия, ярмарки промышленных и продовольственных товаров и другие массовые мероприятия. С 1 сентября по всей Республике открылись в отделениях связи подписные пункты. Там вам должны без проволочек оформить подписку на весь год или на полугодие или квартал. Мы настоятельно рекомендуем, как и в прошлом году, не мелочиться и на этом существенно выиграть, подписаться на весь год сразу. Во-первых, хлопот меньше, всего один визит на почту. Во-вторых, с 1 февраля подписная цена на все издания, как и в прошлом году, возрастет в 1,4 раза. Такписка частями в итоге окажется для вас дороже. Итак, не жалейте денег на то, чтобы получать свежую газету круглый год. Особое внимание хочу обратить на то, что началась подписка и на районную и городскую газету «Янаульские зори». Подписка принимается также в районных отделениях Роспечати, во всех отделениях связи, по месту работы общественными распространителями и также в отделе писем редакции. «Янаульские зори» остается самым большим подписным районным изданием с тиражом около 10 тысяч экземпляров. Газета получает практически каждая семья. Постановлением главы администрации города и района в городе создано объединение подростковых клубов «Прометей». Под началом объединения будут три или четыре подростковых клуба, которые создаются по территориальному принципу. Клубы будут работать по нескольким направлениям – спортивные, краеведческие, музыкальные, театральные, юнкоровские и другие. Главная же задача «Прометея» – это организация досуга и свободного времени подростков. Продолжаем нашу передачу. Наш следующий сюжет, который расскажет вам о работе самого крупного в районе Кармановского лесничества, мы включили в нашу передачу не случайно. Завтра работники лесного хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. «Прометя» Это вот это и вот это одно и то же, это одна не реализация. Витон, где он 20 км. Витон, где он где? Эмзега, эмзега, это 20. Там? Витон. Витон. Эмбарова, что заанда, километры 20? Вратили, поселите там, что ты не делаешь. Продолжение следует. Продолжение следует. Витон. 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 Расштабы, вот ваше лесничество, самое большое, да, получается, из трех лесничеств нашего района? Кармановское самое большое? Кармановское лесничество, да, действительно, самое большое по территории и по лесному массиву, занимает в Янамском лесхозе самую большую площадь. 25 000 гектар. А у вас тут в лесу какие в основном деревья растут? Лиственные, хвойные? В нашем леснике преобладают лиственные породы. Это 68% в процентном отношении. И хвойные породы 22%. А вот вообще ваши обязанности как лесника, что в ходе, чем вы занимаетесь? У вас работа какая? Работа лесника, это вращивание леса, прямая обязанность. Вращивание и охрана, защита от всякого рода лесонарушений, самовольных порубов. Часто бывают эти самовольные порубы? В наше время сейчас же с деревом, с древесиной тяжело, наверное, часто вы и нарушителей встречаете? Ну, бывает, нельзя сказать, что совсем нету. Потому что все строятся, сады, огороды, дома строятся. Кому-то дрова нужны, кому-то жирный, строй лес. А как вы их наказываете нарушителей? Нарушителей... Там какой-то штраф полагается? Штраф, да. Да. С частным лицам и руководителям тоже, если лесонарушение совершено организациями, предприятиями. До 40 минимальных окладов. А сами лесники, они не нарушают? Не было ли у вас лесничества таких случаев, чтобы поймали лесника, который лес там продавал? Олега, что-то такое. Таких лесников нельзя назвать лесниками, потому что он поставлен и его задача охранять. Ну, у вас такие случаи бывали у вас? Нет. Никогда ни разу не было? Нет. А вообще, вы знаете, вот у меня, да, лесник и по книгам, и по фильмам ассоциируется, что это такой мужественный, бородатый человек, который очень большой и очень нежно любит зверюшек, всяких лес, и вот у него что-то случилось, и он знает, что уходит в лес жить, остается там, следит. А вообще сейчас кто в лесники идет в основном? В лесники идут в настоящее время молодые, сильные люди. Они как в душе романтики, или просто у вас работа такая, что подзаработать хорошо можно? Нет, насчет зарплаты, я бы не сказал, что у нас зарплата очень большая. То есть получается, что все равно... Приданные природой, любящие природу, люди, жители, которые выросли, росли в деревнях, близко в лесу, можно сказать, которые любят природу. У вас же работа все равно такая, что большинство времени вы в лесу, наверное, проводите? Практически, да. У нас ненормированный рабочий день. Лесник с утра до вечера в лесу находится. Ну, наверное, все равно, чтобы целый день в лесу проводить, все равно нужно быть немножко романтикой. Конечно, не всякий это, не всякий может выдержать, не всякий может идти на такую работу. А вот вы с вами уже давно лесником работаете? Я уже 19 лет в лесном хозяйстве. А вы как сюда пришли? Тоже по зову души или так получилось? Возможно. Я бывший нефтяник, конечно. Потом переучился на лесника. Окончил индустриальную технику в Уфе. Потом Уральский лесотехнический институт. Вот и... Не жалели никогда? Нет. Потому что я уже в зрелом возрасте пришел в лесное хозяйство. А вообще у вас на нехватку людей не жалуетесь? Хватает рабочих рук? Вообще приходят к вам люди? Это одна из слабых мест, конечно. В лесное хозяйство работать не идут. А почему? Особенно в настоящее время. А почему, как вы думаете? Работа тяжелая, платят мало или что? Работа, конечно, тяжелая. Это не завод, не фабрика. То есть где там Усланка постояла от 9 до 6, там свое положенное время ушло? Конечно. Тут и в непогоду работать надо, выезжать в лес. Работать. Это в зимнее время и в летнее время. Мошкара мешается. Мощи вот. Все это надо выдержать. Надо какое-то призвание иметь, конечно, для этого дела. Сосняк, чистый сосняк. Она вторая расхарада, елка ваша. Через 50, 60, 70 лет из этого будет вот такой лес. Примерно. За 50 лет тут берет. За 50 лет тут берет. Кто сильнее, тот и выживает. Кто сильнее, тот и выживает. Реклама 6 лет Второй год, третий год, четвертый, последний Побег последнего года Лесник, а что в ходе, чем вы занимаетесь, у вас работа какая? Работа лесника, это вращивание леса, прямая обязанность Работа лесника, это вращивание леса, прямая обязанность Уважаемые работники Янаульского государственного лесхоза Мы от всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником Желаем вам удач в вашем очень легком, но нужном и благородном деле Счастья вам и здоровья на долгие годы Я и мои коллеги надеемся, что песня, которая сейчас прозвучит Станет хорошим подарком к вашему празднику Счастья вам и здоровья на долгие годы Счастья вам и здоровья на долгие годы Субтитры делал DimaTorzok 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 Наш коллектив объединяет колхозные и совхозные леса на площади 8400 гектаров Занимаемся защитой и приумножением лесных богатств колхозов и совхозов Лесхоз занимается двумя функциями Это ведение лесного хозяйства в колхозных лесах и выпуск товарной продукции, которая необходима для колхозов и совхозов Тоже самое нашим пайщикам То есть в отличие от государственного лесхоза вы отвечаете за колхозные леса? Да, точно, это именно малоценная, кустарниковая, лесополоса, вот такие леса в основном, товарной, деловой древесины у нас очень мало А еще вот вы сказали, что вы очень многое занимаетесь посадочными работами А посадочные материалы вы откуда берете? Сами выращиваете? На сикл, как говорится, сами заготавливаем, собираем семена лесных культур Сами выращиваем посадочный материал и ежегодно регулярно обеспечиваем сами себя посадочными материалами Это лесовосстановительные работами, тоже немаленький объем У нас ежегодно почти 35-40 гектаров выполняем посадки У вас есть свой лесопитомник? Да, питомник из школы есть и теплицы есть на закрытом городе А вы какие, скажем так, деревья выращиваете? То есть у вас лесопитомники только хвойные, лиственные или те другие? В основном сосну, ель, березу А это вообще трудоемкая работа, наверное, вырастить из маленького семечка, там, двухгодовалые Вы же их двухгодалом сожили? Да, да Очень даже? Ну, очень даже, это нижние, маленькие существа, их надо и полоть, и поливать, и уход это Как маленькими детьми это ухаживает У вас в лесопитомнике сколько человек работает? В основном это командует один лесник, руководит этим хозяйством, участковый техник И школьники, просим школьников, пенсионеров То есть вам помогают в основном школе? Да, да А вот о своем коллективе, сколько человек у вас вообще в Яновольском межхозяйственном лесхозе работает? Всего сейчас вместе с лесной охраной и правом деятельностью человек 40 у нас работает Вот, прекрасные люди есть, которые долгое время здесь в коллективе работают Это вот наш заместитель, главный лесничий, товарищ Валеев Сначала создание почти, вот, главный бухгалтер Ахмедщина Техник Хаиб Рахманов, лесники, вот, товарищ Сатликов, Фархутинов, Исаев, Иссанувача, Уракмаев, колхоза Куйбышева и Волга То самое, и в правом деятельности трудятся прекрасные люди Вот, многие годы работают водителем, вот, Закиров Марсель Вот, Низамов, Тепляков Юрий на лесозаготовке Афлятунов, вот, трактористом здесь Это незаменимый, это золотой фонд нашего коллектива Вот такие люди много у нас И текуще всего коллектива С нами вместе работают рука в об руку Руководители, специалисты колхозов Школа, интеллигенция, вот, в связи с этим Всех вас, дорогие товарищи, поздравляю вас с нашим праздником Днем работников леса Кто с нами вместе, желаю вам огромного счастья, здоровья, благополучия Следующее музыкальное поздравление Прозвучит сейчас для всех работников Инаольского межхозяйственного лесхоза Который уже более 15 лет защищает лесные богатства нашего района Пусть красивая песня поможет вам создать праздничное настроение Удач вам в вашей работе Счастья и здоровья вашим семьям Побольше радости и поменьше огорчений вам С праздником вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!